Зойкин рабочий день начинался в 4 часа утра. Никита к этому времени только-только ложился спать после очередной бурной гулянки где-нибудь в ночном клубе с друзьями. Эти двое были столь же различны, как «Волна и камень», «Стихи и проза», «Лёд и пламень» в лучших пушкинских традициях. Трудно было представить людей, более непохожих друг на друга, чем красавчик-мажор Никита Олейников и простая доярка Зоя Павлова. Если бы кто-нибудь сказал им, что однажды они станут мужем и женой, оба рассмеялись бы собеседнику в лицо. Ничего нелепее и вообразить было нельзя. И тем не менее, однажды это всё-таки случилось. Зойка родилась в простой семье. Мама — продавщица в единственном на всю деревню продуктовом магазине. Отец — тракторист. Помимо Зойки в семье было ещё трое детей. Жили не очень богато, зато дружно и весело. Старшие приглядывали за младшими, младшие безропотно донашивали за старшими одежду и пользовались их школьными учебниками. Все очень любили друг друга, и в их большой шумной семье постоянно звенел счастливый детский смех и оживлённые голоса родителей. Когда малышке Зойке исполнилось 4 года, случилась большая беда. Родители погибли в аварии. В один миг дети остались сиротами. Больше всего на свете ребята боялись, что их разлучат. Раскидают по разным детским домам. Но, к счастью, этого не случилось. Всех четверых забрала себе тётка, сестра отца, замкнутая и хмурая бездетная вдова, живущая в соседнем селе. Да вот только к счастью ли. Тётка оказалась неласковой и молчаливой, ни разу не обняла племянников, не поцеловала, не сказала им доброго слова. Только нагружала их работой по хозяйству. Братья ухаживали за скотиной, а Зойка с сестрёнками содержали дом в чистоте и порядке. Уже в 5 лет Зоя была вполне самостоятельным ребёнком. Могла доить коз, кормить кур, гуси и кроликов, готовить простые блюда, стирать, мыть полы, пришивать пуговицы. Но больше всего на свете девочка обожала коров. Они казались ей самыми прекрасными существами в мире. «Вырастешь — станешь дояркой», — решила тётка. Старший брат вступился за маленькую сестрёнку. Может, она чему-нибудь другому после школы учиться захочет. В колледж или училище поступит, получит серьёзную профессию, будет фельдшером, медсестрой или учительницей. Но тётка только покачала головой. «Кому оно нужно, это ваше учение? Только горбатишься над книжками, дозрение портишь. Ослепнет ещё. А доярки неплохо зарабатывают. Тут не надо быть семипядей во лбу». Правда, несмотря на то, что тётка не одобряла сидение за книжками, читать Зойка всё равно любила. Ещё до того, как она пошла в первый класс, старшие выучили её алфавиту и научили складывать буквы в слова. Для девочки открылся совершенно новый, удивительный мир. Она стала бегать в сельскую библиотеку и брать разные детские книжки. Чтобы тётка не ругалась на неё, девочка прятала книжки под подушку и читала ночами, украдкой, с фонариком под одеялом. В школе она училась неплохо, но и не блестяще. Не потому, что не понимала материал, а потому, что ей было некогда заниматься уроками. Было слишком много домашней работы, а если выдавалась свободная минутка, то Зоя предпочитала потратить её на чтение художественной литературы, а не учебника. Старшие сестра и брат окончили школу и уехали учиться в город. Тётка с досадой махнула на племянников рукой. Мол, отрезанные ломти, что с них взять? А вот на младших, Зойку и её братишку Макара, она возлагала большие надежды. Надеялась, что они останутся в селе на всю жизнь и будут помогать старой тётке, когда подрастут, как в своё время она помогала им. Больше ей надеяться было не на кого. Макар сразу решил, что будет, как и отец, трактористом, а Зоя с каждым годом всё больше укреплялась в мысли стать дояркой. Хотя эта мечта выглядела довольно странно для юной девушки. Все её сверстницы мечтали о более интересных и изысканных профессиях. Если не учителем и не врачом, то хотя бы парикмахером или портнихой. А возиться с утра до вечера в навозе? Фу, нет уж, увольте. Брат с сестрой взрослели. У Макара уже появились поклонницы. Парнишка то и дело убегал на свидание с какой-нибудь очередной хорошенькой девчонкой. Тётка ругалась на него, на чём свет стоит. Сначала всю ночь прогуляет, а потом и днём не может толком не учиться в школе, не работать дома, сидит и клюёт носом после своих донжуанских похождений. Одна только Зоя не доставляла тётке никаких хлопот. Безропотно помогала по хозяйству, прилежно училась, не гуляла с мальчиками. Учителя никогда на неё не жаловались. В отличие от того же Макара, который славился пылким и бурным характером и нередко устраивал в школе драки и провоцировал конфликты. К 18 годам девушка расцвела, стала хорошенькой, как фарфоровая куколка. Даже удивительно, что в простой семье обычных деревенских работяг могла появиться такая красавица. Голубоглазая блондинка, тонкая кость, стройная фигура, изящные удлинённые кисти рук и пальцы, словно у балерины или пианистки. «И с такими-то нежными, хрупкими пальчиками ты в доярке собралась», — посмеивался над ней Макар. Но Зоя не обижалась. Она была уверена в своих силах. На девушку стали засматриваться сельские ребята, одноклассники и друзья Макара. Восхищённо свистели ей вслед, пытались проводить до дома, завязать непринуждённый разговор. Но Зое всё это было банально не нужно. Она лишь окидывала очередного кавалера удивлённым взглядом из-под длинных ресниц и спешила домой. Некогда ей пустословить, у неё столько дел. В выпускном классе ей удалось устроиться подрабатывать на животноводческую ферму. Разумеется, пока что не на полный рабочий день, но начальник заверил, что с удовольствием возьмёт её на постоянную работу после окончания школы. «Зачем тебе тратить годы на получение профильного образования?» — сказал ей Семён Аркадьевич. «Это всего лишь никому не нужные бумажки. Единственное, что от тебя потребуется, это пройти медкомиссию и оформить медицинскую книжку. Всему, чему надо, можно обучиться на практике, прямо в процессе. Я вижу, что у тебя к коровам душа лежит. Ты знаешь к ним подход, и они к тебе тянутся. К тому же здоровье и выносливость у тебя отменные. Годы молодые». Он скользнул одобрительным взглядом по ладной фигурке девушки. «Думаю, с дойкой ты справишься отлично. А если что не поймёшь, наши бабоньки тебя вмиг всему обучат». Разумеется, сразу же к доению Зойку не подпустили. Сначала она трудилась помощницей у более опытной товарки, Катерины, и училась под её началом. Катерина была бойкая, смешливая и острая на язык разведёнка в том самом знаменитом возрасте «45, баба-ягодка опять». Поговаривали, что она крутит шуры-муры с самим Семёном Аркадьевичем. За это он и сделал её главной дояркой на ферме. Точнее, официально профессия доярки называлась «оператор машинного доения». Зоя понятия не имела, правда это или нет, слухи о романе Катерины с начальником, но на всякий случай, как и все, делала вид, что ничего не знает. Тем более, Семён Аркадьевич был давно женат и едва ли желал афишировать свои внебрачные связи. И всё бы хорошо, да вот только Зоя начала и сама ловить на себе странные прилипающие взоры начальства. Семён Аркадьевич очень часто стал задерживаться на ней взглядом и буквально пожирать глазами. Ей всякий раз становилось очень неуютно, хотелось невольно поёжиться и закрыться, стереть с себя этот масляный след от похотливых взглядов. До самого последнего момента Зоя убеждала себя, что всё ей показалось. В конце концов, в вопросах отношений она была совершенно неопытной. Но, к сожалению, внимание Семёна Аркадьевича с каждым днём становилось всё более явным. Когда он заглядывал к дояркам, то неизменно делал Зойке комплименты. «Ах, Зойнька, ты сегодня прямо розанчик! Цветёшь и пахнешь!» Девушка старалась перевести всё в шутку. «Чем пахну?» «Навозом!» Смеялась она. Но начальник так и крутился возле неё, стараясь задеть словно ненароком то плечом, то бедром. Зоя в его присутствии нервничала, дёргалась, сбивалась и мечтала, чтобы он поскорее ушёл. А тут ещё Екатерина стала бросать на неё подозрительные ревнивые взгляды. Зойка чувствовала себя без вины виноватой и не чаяла, как избавиться от назойливого ухажёра. Прямо и грубо послать его она не могла. Всё-таки начальство. К тому же ей очень нужна была эта работа. Однажды в перерыве между дойками Катерина прижала Зойку в углу и грозно спросила. «Ты что это? Синие глазки строишь, стерва малолетняя?» Зоя вспыхнула, испугалась, возмутилась. «Никому я ничего не строю», — заявила она. «Нужен он мне больно». «Ну да, конечно». Катерина недоверчиво прищурилась. «А ты, я смотрю, не так проста, как хочешь казаться. В постель к начальнику задумала влезть, чтобы карьеру сделать. Да только не выйдет». «Катерина Геннадьевна, у меня даже в мыслях не было». Зоя готова была заплакать. «Честное слово, он мне не нужен». Однако Катерина, судя по всему, ей не поверила и устроила своему любовнику выяснение отношений. Кончилось всё тем, что Семён Аркадьевич со скандалом вышвырнул её с фермы, а на её место поставил Зойку. Разумеется, все остальные доярки были в шоке. «Поставить над ними всеми опытными работницами какую-то сопливую девчонку от горшка два вершка, чтобы она ими командовала». Тут уж все уверились в том, что Зойка спит с начальником, и дружно её возненавидели. Правда, в открытую гнобить любовницу шефа никто не решался, но все делали Зойке какие-нибудь мелкие гадости из-под тишка. А Семён Аркадьевич усилил напор и стал всё чаще и всё недвусмысленнее нарезать круги вокруг юной девушки. «Вы мне мешаете», — не выдержала она наконец, «мне нужно вымыть за собой доильные аппараты вёдра». «Никуда эти вёдра от тебя не убегут», — жарко шептал Семён Аркадьевич, приближаясь к ней практически вплотную и опаляя её кожу своим горячим дыханием. «Ну какая же ты ладненькая, какая сладенькая, я просто не могу». Зоя в ужасе увидела перед собой его выпеченные мокрые губы. Семён Аркадьевич сложил их бантиком и, видимо, ожидал, что девушка сейчас его поцелует. Её передёрнуло от отвращения. Сама не отдавая себе отсчёта в том, что делает, Зоя машинально нащупала рукой дужку от ведра и с грохотом надела его прямо шефу на голову. Семён Аркадьевич заверещал так, что сбежалась вся ферма. Доярки оторопели, увидев начальство с пустым ведром на голове. Но самое фееричное началось потом. Вдруг в толпе появилась жена Семёна Аркадьевича, которая подлетела к супругу разъярённой фурией. «Кто это сделал?» — крикнула она, указывая пальцем на ведро и обводя грозным взглядом присутствующих. Все поговаривали, что Семён Аркадьевич побаивается свою строгую супругу. Да и не мудрено, перед такой бой бабой сложно было не заробить. В ответ на её вопрос все замерли, а шеф, услышав голос жены, прекратил трепыхаться и быстренько стащил с себя ведро. Вид у Семёна Аркадьевича был, конечно, не ахти. Физиономия покраснела, а редкие волосёнки слиплись от капелек молока, которого немного оставалось в ведре. «Повторяю вопрос. Кто это сделал?» — страшным голосом произнесла жена. Все по-прежнему хранили молчание, но при этом невольно покосились на Зойку. Разгневанная женщина тоже уставилась на неё. Девушка побледнела и невольно отступила на шаг назад, словно боялась, что та сейчас вцепится ей в волосы или выцарапает глаза. «Как тебя зовут?» — спросила женщина. «Зоя», — прошептала бедняжка, приготовившись к самому страшному. «Зоя?» — изумлённо переспросила жена Семёна Аркадьевича. «Не Павлова ли?» «Та самая Зоя, про которую мне сегодня утром Катерина много интересного рассказывала». «Катерина?» — ахнула Зойка. «Я не знаю, что она могла вам рассказать, но, честное слово, я не сделала ничего плохого». Она сообразила, что, разгневанная своим внезапным увольнением и оскорблённая Катерина отправилась прямиком к жене бывшего начальника. Видимо, она наболтала ей, что её муж крутит шашни с молоденькой дояркой. И как ей теперь было оправдываться, ведь все здесь были настроены против неё. «Я правда ничего не делала», — тихо пробормотала Зоя, опуская глаза. А женщина вдруг усмехнулась, совсем не зло, и сказала, «Да уж вижу, что ничего. Если бы ты правда с моим мужем спуталась, не стала бы ведро ему на башку надевать. Видимо, он пытался к тебе подкатывать, верно?» «Узнаю этого старого кобеля». «Тонечка, это неправда», — робко подал голос незадачливый ухажёр. «У меня и в мыслях не было интересоваться этой... девкой». «Да ты только взгляни на неё. Как говорится, у этой дуры ни лица, ни фигуры. Да я её немедленно уволю, чтобы ты напрасно не беспокоилась». Зоя горестно вскрикнула. «Её всё-таки уволят». «И за что?» «Она ведь ничего такого не сделала. Просто защищала свою честь. Единственное, что я вижу, так это то, что ты получил по заслугам». Сердито сказала жена. «А вот девушка тебе попалась действительно честная и порядочная. Не вздумай её увольнять, ты понял? Похоже, она здесь, на этой ферме. Единственный человек, которому можно доверять». «Хорошо, хорошо, Тонечка», — заявил Семён Аркадьевич. «Раз ты сказала, не надо увольнять, так и не буду. Пусть себе работает». «И чтобы ты к ней ближе, чем на два метра, даже приближаться не вздумал». Сурово отчеканила жена. «Понял? Узнаешь, что опять к девчонке подкатываешь?» «Я тебе оторву». «Сам знаешь, что». Семён Аркадьевич торопливо и испуганно закивал. «А вот Катерине твоей, которая мне на Зойку нажаловалась, я, пожалуй, космы всё-таки повыдираю». Мрачно пообещала его жена. «Ясно же, что от ревности она всё это затеяла». «Что у вас с ней было, потаскон проклятый?» Супруга ещё долго отчитывала Семён Аркадьевича, а он только молча слушал её, втянув голову в плечи. «Да уж, с такой супругой и впрямь не забалуешь». Впрочем, плюс от появления Антонины на ферме всё же был. Во-первых, Зою теперь ни за что не посмели бы уволить. А во-вторых, Семён Аркадьевич отныне и навсегда прекратил свои домогательства и грязные намёки. «Да какие там намёки!» Он даже смотреть в сторону Зойки теперь боялся. Вскоре девушка совершенно освоилась, и каждое утро с радостью бежала на работу. Больше ничего ей не было интересно. Даже во время выпускного, когда все её одноклассники дружно отправились на речку встречать рассвет, Зойка тихонько сбежала. «Какие ещё рассветы, господи!» У неё в пять часов утра начиналась первая дойка. А до этого ещё нужно было успеть убрать из-под коров навоз, раздать им сено, напоить её любимцев, милых, смешных и доверчивых телят. Тётка к тому времени всё чаще болела. Она давно уже вышла на пенсию, и даже сил на то, чтобы возиться дома или в огороде, у неё почти не осталось. На старости лет она стала сентиментальной, постоянно плакала, что было на неё совсем не похоже, и просила прощения у племянницы за то, что не додала ей любви и ласки. Зоя в ответ на это лишь удивлённо округляла глаза и отмахивалась. «Ой, тётя Наташа, брось, пожалуйста!» «Что значит «недодала»?» «Если бы не ты, мы все в детском доме оказались бы. А то, что телячьих нежностей не любишь, так не только в них забота и любовь проявляется. Ты нам крышу над головой дала, куском хлеба обеспечила. Это бесценно!» «Вот заведёте вы с Макаром свои семьи», — говорила тётка еле слышно, смахивая катящиеся по морщинистым щекам слёзы. «Он женится, ты замуж выйдешь, деток родите, и совсем я вам тогда стану не нужна. Останусь одна денёшенька». Зоя морщилась и убеждала, что никогда не оставит тётку одну, ни за что на свете. Да и какой ей замуж, дети! Она совсем-совсем об этом не думает. Ей некогда, у неё коровы вместо детей. Однажды утром девушка, завершив первую дойку, покормив и почистив коров, собралась выпить чаю и съесть бутерброд в свой законный перерыв. Однако в этот момент в коровник прибежал Семён Аркадьевич, тараща глаза и отдуваясь. Лысина его покраснела от напряжения, лоб блестел от пота. «Оно, все сюда!» рявкнул он на доярок. Женщины с удивлением окружили шефа, не понимая, что стряслось и отчего он так взбудоражен. «У нас гости, очень важные гости», выпалил Семён Аркадьевич, многозначительно подняв указательный палец. «Надо не ударить перед ними в грязь лицом». «Кто ещё? Проверка какая-нибудь?» с неудовольствием спросила одна из доярок. «Бери выше!» «Спонсор!» «Точнее, клиент!» с придыханием произнёс начальник. «В смысле?» не поняли его подчинённые. «Вы имя Дмитрия Олейникова слышали когда-нибудь?» спросил Семён Аркадьевич. Женщины наморщили лбы, вспоминая. Зоя промолчала. Она вообще мало интересовалась внешним миром и понятия не имела о том, кто такой Олейников. «Это молочный миллиардер, что ли?» догадался наконец-то кто-то. «Именно!» важно кивнул шеф. Владелец крупнейшего завода молочной продукции в стране. И он заинтересовался молоком, которое дают наши коровы на ферме. «Ну да!» ахнул кто-то. «Ничего себе! Так бывает!» Семён Аркадьевич даже оскорбился немного. «А почему бы и нет? Что, наши коровы плохое молоко дают, что ли?» «Нет, молоко-то хорошее. Просто где мы и где московский миллиардер?» зашумели доярки. «Короче, это не моё и не ваше дело, как он на нас вышел и почему заинтересовался». Семён Аркадьевич раздражённо махнул рукой. «Наше дело сейчас — не дать ему соскочить. Надо заставить его подписать с нами контракт на поставки молока. Бабоньки, если дело выгорит, ух, и заживём мы тогда!» «Он нам и помещение благоустроит, и современными доильными аппаратами обеспечит». Доярки одобрительно загудели. «В общем, готовьтесь. Он через полчаса приедет со своей свитой, лично осмотрит нашу ферму, коров, снимет пробу молока». «А как готовится-то?» Не сразу поняли женщины. Семён Аркадьевич сплеснул коротковатыми ручками. «Ну как, приведите себя и скотину в порядок, что ли? Коров помойте, щётками почистите». «Они у нас и так чистые», — обиделись доярки. «Вообще-то мы за своими коровушками и без напоминаний ухаживаем». «Короче, чтобы всё было чисто и красиво, не подведите. Надо, чтобы Олейникову у нас понравилось. Я предупредил». И Семён Аркадьевич умчался, сопя и отдуваясь. «Ох, бабоньки, знала бы, что к нам столичный миллиардер пожалует. Я бы в нарядное платье приоделась», — засмеялась одна из доярок. «А смысл?» — хмыкнула другая её товарка. «Можно подумать, эти миллиардеры на нас посмотрят, как на женщин». «А почему бы и нет?» — обиделась первая. «Мы, небось, не хуже их столичных женщин. Вон, все в самом соку, фигуристы, румяные». «Мы-то, может, и не хуже», — усмехнулась третья. «Да только миллиардерам других подавай. У них свои стандарты красоты. Брови татуированные, губы, как пельмени, грудь силиконовая, ногти накладные, ресницы и волосы наращенные». Доярка Марья Ивановна, самая пожилая работница на ферме, сплюнула в сердцах. «Тьфу, гадость какая! Срамотадна!» «Вот-вот», — подхватили женщины помоложе. «У их жёны-любовниц всё фальшивое, а у нас натурпродукт. Пусть посмотрит на настоящую русскую красоту. Это вам не деланные московские фифочки». Все весело захохотали. Одна лишь Зоя не принимала участия во всеобщем зубоскальстве. Приезд молочного миллиардера оставил её равнодушной. «Но подумаешь, владелец молокозавода, что ж теперь, лебезить перед ним и заискивать? Ей было совсем не до этого». Наконец, снаружи послышались голоса и шум. Очевидно, явились высокопоставленные гости. Доярки выстроились в шеренгу, готовясь встретить Дмитрия Олейникова при полном параде. Оказалось, что миллиардер действительно приехал не один, а с целой свитой. С ним были также охрана, заместитель, юрист, ещё какие-то люди. Зоя, до этого уверявшая себя, что её ни капельки не интересуют столичные богатии, невольно обратила внимание на одного из спутников Олейникова. Это был молодой парень, совсем юноша, не старше 20 лет. Девушку поразила его внешность. Она раньше видела подобное только в фильмах о сказочных принцах, например, «Три орешка для Золушки». У парня были очень тонкие, аристократические черты лица, глубокие тёмные глаза, чёрные брови, выразительные скулы и красиво очерченные губы. «Позвольте представить вам своего единственного сына и, получается, наследника моего дела», — Олейников кивнул в сторону юноши, глядя на него с нежностью. «Никита Дмитриевич, прошу любить и жаловать». «Любить — это мы завсегда рады», — пошутил кто-то из доярок, а остальные встретили эту реплику одобрительным смехом. «Какой хорошенький, но просто зефир в шоколаде», — шепнул кто-то неподалёку от Зойки. «Так и съела бы». Вот только сам наследник явно не испытывал восторга от визита в коровник. Наоборот, похоже было, что он с трудом сдерживает отвращение. «Ну и запах тут», — брезгливо пробормотал он себе под нос, вроде бы тихо, но Зоя услышала. «Это навоз», — тихо сказала она ему. Парень встрепенулся и перевёл взгляд на неё. «Что?» «Говорю, навозом пахнет», — объяснила Зоя, чувствуя, как трепещет её сердечко. «С непривычки впрямь запах сильный, аж с ног валит, а потом привыкаешь, и ничего». Никита взглянул на неё заинтересованно. «А вы, стало быть, прямо тут и работаете?» Девушка кивнула. «Прямо тут и работаю». Молодой человек окинул внимательным взглядом сначала Зойкино лицо, огромные голубые глаза с длиннющими ресницами, полные розовые губы, ямочку на щеке, а затем и стройную, ладную фигуру. Похоже, он остался доволен увиденным. «И запах не мешает?» спросил он с интересом. Зоя замотала головой. «Я его уже не замечаю. Да и не до того мне, чтобы принюхиваться. Делы так много». Между тем, Олейников старший пристально и подробно осмотрел помещение коровника, коров и телят, попутно задавая вопросы. «Сколько раз в день вы коров дуете?» поинтересовался он у Марии Ивановны, которая была здесь самой старшей и оттого выглядела солиднее. «Так знам, сколько, два раза», отозвалась она. «Как положено, в пять утра и в пять вечера». «Этого мало», покачал головой Олейников. «Надо бы перейти на трёхразовое доение, чтобы увеличить показатели». Семён Аркадьевич часто и подобострастно закивал. «Как скажите, Дмитрий Борисович, надо, так надо. Обязательно перейдём. Вторую дойку на одиннадцать утра назначим». Вот тут уж Зоя не смогла смолчать и громко возмутилась. «Но так же нельзя». Все взгляды тут же обратились на неё. Олейников нахмурился. «Что значит «нельзя», милая девушка?» Семён Аркадьевич незаметно сделал страшные глаза и ткнул Зойку вбок. «Это у нас Зойника просто шутит. Правда?» Но её не так-то просто было сбить с толку. Решительно тряхнув головой, Зоя упрямо повторила. «Нельзя зимой доить коров трижды в сутки. Ну, разве что самых молочных и новотельных. Каких?» быстро переспросил её молодой человек. Зоя покосилась в его сторону, покраснела, но всё же пояснила. «Только что отелившихся. У них обычно молока больше всего. Но для всех остальных дойка трижды в день не подходит. Это ещё почему?» заинтересовался Дмитрий Борисович. Зоя, немного смущаясь того, что оказалось в центре внимания, всё-таки собралась с мыслями и пояснила. «Корова — не механизм. Ей нужен отдых и покой. Год-два, конечно, она у вас будет давать больше молока, но потом просто износится. Летом так можно, но только не зимой». «А почему летом можно?» спросил уже Никита. «Потому что кормить коров не надо. Все необходимые питательные вещества они получают на пастбище, едят много зелени, надуи повышаются». «Зойкам, помолчи!» прошелестел разгневанный и побледневший от злости Семён Аркадьевич сквозь стиснутые зубы, но Олейников-старший, услышав его реплику, протестующе махнул рукой. «Ну а чего же? Пусть девушка говорит, она ведь вполне дельные вещи предлагает. Вижу, разбирает сам». Но Зоя только пожала плечами, не зная, что ещё сказать. Гости продолжили свою экскурсию сначала по коровнику, а затем и по ферме в целом. Доярки остались ждать возвращения Семёна Аркадьевича и гадали, подпишет московский миллиардер с ними контракт или нет. «Ну, Зоя, ты выдала», пожурила её одна из доярок. «Вот кто тебя просил лезть вперёд и выступать? Если сделка сорвётся, Аркадьевич потом на нас всех со злости отыграет сам». Девушка и сама понимала, что лучше бы ей было прикусить язык, но и смолчать она просто не смогла бы. «А что мне оставалось делать?» спросила она почти сквозь слёзы. Молча смотреть, как над коровами издеваются. «Это для них корова всего лишь абстрактный источник молока, а для меня они все как родные, их беречь надо». «Да Бог с ними, с коровами!» махнул рукой кто-то. «А заметила, как сынок его на тебя таращился?» Зоя покраснела до корней волос. «Ну, что вы выдумываете?» «Ничего я не выдумываю. Прям стоит такой и на тебя глазами хлоп-хлоп, и взгляд такой заинтересованный». Слышать это было ужасно приятно, хоть и не верилось ни на секунду. «С чего бы это Никита Алиников заинтересовался Зойкой? Ему своих девушек красавиц мало, в Москве их вон сколько». «А сынок-то сладкий, да невозможности», мечтательно протянул кто-то. «Ох, наверное, девкам сердца разбивает направо и налево». «Избалованный только», заметила другая доярка. «Ишь, как навозом пахнет, ему не понравилось. Скажите, пожалуйста, какой неженка». «И ничего он не неженка», заступилась за Никиту Зоя. «Просто парень не привык ещё». Доярки многозначительно переглянулись и захохотали. «Ну, всё ясно. Зойенька наша поплыла. Мальчик красивый приглянулся». «Да ну вас, дурёхи!» Сконфуженная девушка стянула косынку с головы и пулей вылетела из коровника. Контракт столичные гости всё-таки подписали. Семён Аркадьевич по такому поводу накрыл поляну в столовой и щедро угостил всех работников фермы. Эдакий корпоратив по-деревенски. Правда, начальник не удержался от того, чтобы не пожурить Зойку. «Ну вот чего ты влезла?» «Чего развыступалась?» «Не могла язык за зубами подержать?» «Такой выгодный контракт чуть из-за тебя не сорвался». «Эх ты!» Зоя сердито зыркнула на него из-под лобья. «А вы ради выгодного контракта готовы животных в расход пустить?» Семён Аркадьевич смутился. «Ну что ты начинаешь-то сразу? В расход?» «Я наших бурёнушек, между прочим, не меньше тебя люблю». Зоя недоверчиво прищурилась. «Ага, конечно. Вы до сих пор запомнить не можете, как их зовут. Вообще между собой не различаете. Коровы и коровы. А для меня они все как люди. У каждой свой характер, своя внешность». «Ох, договоришься у меня», погрозил пальцем Семён Аркадьевич. «Зарплату урежу». «Не имеете права», храбро откликнулась девушка. «Я вам самые большие надуи делаю и за коровами ухаживаю, как за детками. Всегда они в чистоте, сытости ласки, оттого и молочко у них такое вкусное». «Ладно, ладно». Шеф с досадой замахал на неё руками. «Знаю я, что ты про своих коров часами можешь трындить. Скажи ещё спасибо, что Алиникову ты понравилась». «Которому из двух?» Робко уточнила Зоя, чувствуя, как в груди вспыхнула надежда. «Какому- какому? Дмитрию Борисовичу, конечно же». Она испытала глубочайшее разочарование, но постаралась не подать виду. «Но ты смотри, Зоя», предостерёг её начальник. «Они теперь у нас частенько бывать будут, так что больше помалкивай. Прошу тебя, не выступай». Зоя ухватилась за эту фразу с недоверчивой радостью. «Частенько? Что же они каждый раз из Москвы приезжать станут? Этак не наездишься». «Зачем приезжать? У Олейниковых здесь жильё есть. Тот дом возле озера, видала?» Зоя ахнула. «Ну, конечно, она помнила и знала этот дом. Даже не просто дом, а целый особняк. Настоящая усадьба». Зоя такие только в кино видела про старину, помещиков и крепостных крестьян. Да вот только ни разу она не видела, чтобы массивные тяжёлые ворота открывались, и туда хоть кто-нибудь входил или выходил. С той стороны не слышно было ни собачьего лая, ни людских голосов. Вот Зоя и решила, что в этом доме никто не живёт. А оказывается, он принадлежал семейству Олейниковых. Это у них что-то вроде дачи, снисходительно пояснил Семён Аркадьевич. Круглый год они там не живут, конечно. Так, приезжают на выходные да на праздники, но теперь по-любому чаще будут появляться. Интересно. Украдкой, словно боясь, что её мысли сможет кто-нибудь подслушать, подумала Зоя. А сын будет приезжать с отцом? Он тоже в семейном бизнесе. А что, если я его больше вообще никогда не увижу? Думать об этом было больно. Странно, с чего это её так зацепило. Она и видела то молодого человека всего ничего, однако уже успела потерять от него голову. Следующая встреча состоялась быстрее, чем она могла надеяться. Откровенно говоря, Зоя теперь частенько прогуливалась неподалёку от особняка Алиниковых, когда у неё выдавался перерыв на ферме. Зимой на замёрзшем озере древенские мальчишки и девчонки устраивали каток. Зоя тоже прихватывала свои старенькие коньки и рассекала по льду, то и дело стреляя взглядом в сторону окон величественного особняка. Глупо, конечно, что можно было увидеть издалека, но она всё равно надеялась. Однажды, разочарованная тем, что ей снова никого не удалось увидеть, она собралась идти домой. И в этот самый момент к воротам особняка подъехала роскошная машина. Девушка не разбиралась в марках автомобилей, но это явно была очень крутая, дорогая и навороченная. Зоя замерла, уставившись во все глаза на тонированные окна автомобиля. Дверь со стороны водителя распахнулась, и из машины появился Никита Олейников. Девичье сердечко чуть не разорвалось от волнения. В это время Никита, словно почувствовав её взгляд, поднял голову и увидел Зойку. Она сначала покраснела, потом побледнела и, растерявшись, лихорадочно соображала, что ей делать, поздороваться, притвориться, что не узнала, пуститься на утёк. Никита первым нарушил молчание, весело помахав ей. «Эй, привет!» Зоя даже огляделась по сторонам в панике. «Это он к ней обращается или к кому-то другому?» Но поблизости больше никого не было. И тогда она несмело кивнула в ответ. «Прив... Здравствуйте!» Никита улыбаясь приближался к ней. Сердце у Зойки стучало так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Ко мне можно на «ты»,» заявил Олейников младший, оказавшись совсем рядом. «Я вроде бы не сильно тебя старше. Сколько тебе?» «Девятнадцать», пробормотала девушка от волнения, даже не сразу вспомнив собственный возраст. «Ну вот, а мне двадцать один, так что нечего мне тут выкать». Он шутливо погрозил ей пальцем. «Напомни, как тебя зовут?» «Зоя». «Зоя, значит, необычно, очень экзотически даже», усмехнулся он. «А я Никита». «Я помню». Ляпнула Зоя и тут же прикусила язык. «Ну вот, теперь он сразу догадается, что она уже который день не может выбросить его из головы». Однако молодой человек не обратил на это никакого внимания. Взгляд его был теперь прикован к конькам, которые Зоя повесила себе на плечо. «Каталась?» спросил он с интересом. «Лёд крепкий, выдерживает?» «Крепкий», кивнула девушка. «Макар по озеру зимой даже на тракторе проехать может». Брови Никиты вопросительно приподнялись. «Макар, это кто? Твой парень?» «Нет», Зоя замотала головой, «Это мой брат». «Ясно». Он с любопытством и без всякого стеснения рассматривал её разрумянившееся лицо. «А парень у тебя есть? Или может быть муж?» «Вы же деревенские, рано замуж выскакиваете». Зоя покраснела чуть ли не до слёз. «Нету меня никого», сердито буркнула она, «Ни парня, ни мужа». «А чего так?» Похоже, его откровенно забавляло её смущение, и он продолжал расспрашивать девушку с весёлым интересом. «Вроде такая симпатяга, я бы даже сказал, красавица». Он поднял руку и коснулся Зойкиной щеки. Ладонь его была горячей, и Зоя отшатнулась как от ожога. «Я не такая!» выкрикнула она и, не помня себя, бросилась бежать прочь. Позже, уже дома, с трудом отделавшись от обеспокоенных расспросов тётки и Макара, Зоя залезла подальше от чужих взглядов на печь, и там уже сласть наревелась из-за собственной глупости. «Что она и в самом деле как дикарка?» «Я не такая», передразнила Зоя сама себя и даже застонала от досады. Никита, наверное, подумал про неё, что она полная дура, неотёсанная и необразованная идиотка, тоже мне устроила трагедию на пустом месте. То-то он посмеялся, наверное, над глупой деревенщиной. Она снова и снова вспоминала то обжигающее прикосновение к своей коже и умирала от стыда и сожаления, что не дала ему продолжить. Интересно, что бы он сделал дальше? А вдруг... Вдруг поцеловал бы её? При одной только мысли о его губах у Зойки начинала сладко кружиться голова. Ну вот, у неё был такой шанс. А она его профукала. Вряд ли теперь Никита посмотрит в её сторону, даже если они когда-нибудь снова встретятся. Однако, к её величайшему удивлению, молодой человек сам разыскал её, пришёл на следую на следую утро в коровник и спросил Зою. Доярки мигом отправили его в нужном направлении, шушукаясь и тихонько хихикая. Увидев Никиту, девушка чуть не умерла на месте, но молодой человек смотрел на неё прямо и открыто, очевидно, не сердился и не насмехался над ней за вчерашнее сумасбродное поведение. «Зойнька, а что ты делаешь по вечерам?» Спросил он у неё. Она вспыхнула. «Господи, неужели же он позовёт её на свидание? А может, в клуб, на танцы или в кино? Страшно-то как! И как здорово!» Поняв, что пауза слишком затянулась, Зоя выпалила. «Да обычно ничего, ничего особенного. Хочу пригласить тебя сегодня на ужин. Заявил Никита. На ужин?» переспросила она в замешательстве. «Он что, зовёт её в кафе?» Нормальных ресторанов в деревне не было, только одна единственная скромная кафешка, выполняющая также функции ещё и бара, то есть скорее пивной. «Ну да», кивнул Никита. «Ко мне домой». «К тебе домой?» Бестолково повторяла за ним Зоя, чувствуя себя совсем сбитой с толку. Никита расхохотался. «Слушай, по-моему, ты аммиако надышалась. Что-то туго соображаешь. Ко мне домой, в тот самый дом, возле которого мы вчера с тобой встретились. Помнишь?» «Помню». Несмело кивнула она. «Он приглашает её на ужин в этот роскошный особняк? Серьёзно? А что за повод?» Робко спросила она наконец. «У тебя какой-нибудь праздник? Может, день рождения?» «Никакого праздника, просто вкусный ужин в тёплом семейном кругу», пояснил Никита. Зоя совершенно не понимала, какое отношение она сама имеет к тёплому семейному кругу, но задать вопрос в лоб не решалась. «Ну так что? Ты согласна?» поторопил её Никита. Она растерянно кивнула. «Согласна». «Ну и отлично», обрадовался он. «Тогда жду тебя к восьми часам вечера. Ты уже закончишь здесь?» Он кивнул на коров. «Закончу», ответила Зоя. «Тогда до встречи вечером». Он улыбнулся ей так, что в животе сразу стало тепло и щекотно, и, махнув на прощанье рукой, быстро вышел из коровника. Очевидно, густой и крепкий запах навоза совсем его доконал. Зойку собирали на свидание всей фермой. Доярки поначалу не поверили, что этот мажор и красавчик пригласил девушку к себе в гости. Но зато у Зои был такой обалдевший одновременно счастливый вид, что становилось ясно, она не врет. «У тебя, поди, вещей-то модных нет», вздыхали доярки. «Ничего, я тебе одолжу своё платье. Я в нём к сестре в город на свадьбу ездила, специально покупала к такому случаю, очень красивое. А я тебе свои жемчужные бусы дам. А я туфли. А я тебя накрашу, Зоя, ты же совсем краситься не умеешь». Одни лишь Макар с тёткой восприняли новость о том, что Зойку пригласили на ужин без особого энтузиазма. «Странно всё это», хмуро буркнул братишка. «Обычно такие богатенькие хлыщи, таких как мы, из-за людей-то не считают». «Действительно странно», согласилась тётка. «Ой, не нравится мне всё это, как бы этот богатей чего плохого не задумал». Зоя разозлилась и обиделась до слёз. «Ну что вы всё каркаете», закричала она. «Нет бы порадоваться за человека, всё настроение испортили». «Да пойми ты, глупенькая, мы же тебе добра хотим». Начал было Макар, подходя к сестре, но она в сердцах оттолкнула его руку. «А раз хотите добра, то просто не мешайте, дайте мне хоть немного порадоваться. Чего хорошего я в своей жизни видела, кроме коровника?» Макар с тёткой переглянулись, но смолчали. К особняку олейниковых Зоя пришла заранее, боясь опоздать. На часах было без двадцати восемь, и все эти двадцать минут она прогуливалась неподалёку от ворот, не желая показаться навязчивой. Когда наконец настал назначенный час, она чувствовала себя замёрзшей, как цуцик. Она нажала на кнопку, и из домофона раздался строгий голос. «Кто там?» «Я», растерялась девушка, «Так я же, Зоя, меня Никита Дмитриевич позвал, на ужин». «Входите», бесстрастно отозвался тот же голос, и ворота бесшумно разъехались. Зоя ступила во двор особняка, крепче стискивая в руках пакет со сменной обувью, как школьница. В дверях её встретила пожилая женщина в форменном платье, очевидно, прислуга. Она приняла скромное Зойкино пальто и устроила его на вешалку. Девушка застеснялась. Наверное, домработница привыкла видеть гостей в дорогих норковых шубах. И тут она со своим стареньким пальтишком. Но деваться было некуда, ни у кого из доярок на ферме не нашлось приличной верхней одежды на зиму. В основном все щеголяли в пуховиках дёшево и сердито. «Проходите в столовую», кивнула домработница, заметив, что Зоя замерла посреди прихожей, растерянно озираясь. «Ой, мамочки, знать бы ещё, где тут у них столовая». Зоя никогда прежде не видела таких богатых домов, только в кино, разумеется. Сейчас её поражало буквально всё. И гипсовая лепнина на потолке, и золотая отделка, и крутая винтовая лестница на второй этаж, и изысканная старинная мебель. «Прямо и направо», подсказала домработница, поняв её затруднение. «Спасибо», поблагодарила девушка и двинулась в указанном направлении. Двери столовой были открыты, оттуда лился яркий электрический свет, и раздавались приглушённые голоса. По пути, покосившись в огромное зеркало в золочёной раме, которая висела на стене, Зоя отдёрнула платье из чужого плеча, поправила бус и, зажмурившись, как перед прыжком в воду, шагнула в столовую. При её появлении там воцарилась тишина. Негромкий разговор тут же затих. Сидящие за столом уставились на неё во все глаза. Зоя нерешительно кивнула, узнав Олейникова-старшего. «Здрасте». Рядом с хозяином дома восседала красивая ухоженная женщина и даже не просто женщина, а элегантная дама лет сорока, сорока пяти. Очевидно, это и была жена молочного миллиардера, она же мать Никиты. Оглядевшись по сторонам, Зоя наконец с облегчением обнаружила и самого Никиту. Он сидел чуть поотдаль, с противоположного края стола. «Привет», кивнула она ему. «О, Зойнька, ты пришла», обрадовался молодой человек, поднимаясь ей навстречу и делая несколько шагов в её сторону. Оказавшись рядом, он взял её за руку и торжественно подвёл к столу. «Мам, пап, знакомьтесь, это Зоя, та самая, о которой я вам говорил». «Та самая», выдавила из себя мать, не отрывая от девушки шокированного взгляда. «Зоя», Олейников-старший наморщил лоб, припоминая, «Доярка на ферме, если я не ошибаюсь». «Не ошибайтесь», тихо ответила Зоя, чувствуя себя всё более неловко. «Что-то происходило сейчас между этими троими, отцом, матерью и сыном», чего сама Зоя никак не могла понять. Словно все артисты выучили свои роли, а ей забыли дать текст для ознакомления. Вот поэтому она и стояла сейчас, растеряно хлопая глазами и переводя взгляд с одного на другого. «Доярка», мать схватилась за сердце, как оперная певица. «А что тебя так шокирует, мама?» спокойно спросил Никита. «У нас всякий труд в почёте. Не ты ли сама мне это много раз повторяла?» «Зойнька, садись». С привеличенной галантностью он подвёл девушку к столу и отодвинул для неё стул. Обед, который, по идее, должен был стать одним из самых запоминающихся и ярких событий в простой Зойкиной жизни, превратился для неё в мучение. Она не знала, с какой стороны и как подступиться ко всем этим многочисленным столовым прибором, поэтому ела совсем мало, подсматривала, какой нож или вилку берёт Никита и что себе накладывает и повторяла за ним. «Что что ж ты так мало кушаешь, Зоинька?» спрашивал её молодой человек, а она тихо мямлила, что у неё нет аппетита. «Зоя?» спросила наконец мать Никиты, буравя её взглядом. «А как давно вы знакомы с моим сыном?» «Уже неделю», безхитро сна отозвалась девушка. «Неделю», женщина подняла глаза к потолку. «Господи, бред какой-то?» «Ну ладно, я знаю своего сына, он на многое способен пойти из упрямства и вредности». «Но вы-то, вы-то как могли согласиться на эту авантюру?» обратилась она к Зойке. Та непонимающе захлопала ресницами. «Какую ещё авантюру?» «Ну да», не слушая, продолжала мать, «Я всё понимаю. Никита мальчик богатый, красивый, а вам наверное хочется вырваться из своей старой новую, но давать согласие на брак спустя неделю знакомства». Зоя в этот момент как раз отхлебнула сок из высокого стакана, поперхнулась и закашлялась от неожиданности. «Что? Согласие на брак?» «Какой ещё брак?» выговорила она с трудом откашлявшись. «Я ничего не понимаю». «Ах да», Никита театральным жестом хлопнул себя по лбу. «Зоенька, милая, я забыл тебя спросить о самом главном. Ты выйдешь за меня замуж?» Никита был поздним, единственным и потому любимым и до ужаса избалованным ребёнком. Родители никогда ни в чём ему не отказывали, тряслись над ним, предугадывали любое желание исполняли малейший каприз. С самого детства он получал всё, что хотел. А хотел мальчик многое, с каждым годом всё больше и больше. Сначала дорогие игрушки, потом навороченные гаджеты, затем мотоцикл, машину, квартиру, родители журили его с мягкой улыбкой за расточительность, но в итоге всё равно шли на поводу. Очевидно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Между тем ни учиться, ни работать Никита не хотел. Отцу с огромным трудом удалось пропихнуть его в университет, но учился сын кое-как, точнее, вообще практически не учился, еле-еле переползая с курса на курс, благодаря всё тем же связям Малейникова-старшего. Преподаватели стиснув зубы, рисовали этому обултусу за чётки тройки, а отец после каждой сессии устраивал скандал, требуя от Никиты, чтобы он взялся за ум. «Ты мой единственный наследник», бушевал отец, «кому я оставлю весь свой бизнес, если ты ничего в этом не смыслишь?» «А может, я не хочу быть бизнесменом?» лениво отмахивался Никита. «И вообще, я ещё не нагулялся, я пожить для себя хочу, а ты сразу на меня хомут вешаешь». «Ах, пожить для себя», рассверепел отец. «То есть тупо проводить время в клубах и барах с друзьями и девками». Никита усмехнулся, демонстрируя слепительно белые зубы. «Но уж всякое интереснее, чем протирать штаны в офисе, портить зрение и горбиться над деловыми бумагами». «Ничего», пыталась утешить Дмитрия Борисовича жена, перебеситься, нагуляться и остепениться. Однако время шло, а Никита вовсе не собирался остепеняться. Терпение отца лопнуло в тот момент, когда он узнал, что Никита закрутил роман со стриптизёршей. Он познакомился с этой девицей сомнительного поведения в стрип-клубе, принялся осыпать подарками и знаками внимания, и она предсказуемо поплыла. И всё бы ничего, но Никита влюбился и заявил, что хочет жениться на Алёне, именно так звали стриптизёршу. Вот тут в доме впервые разгорелся самый настоящий скандал. «Только через мой труп!» страшным голосом кричал Олейников старший. «Я не дам на эту свадьбу ни копейки, и вообще тебе больше ни копейки не дам. Хочешь жениться? Женись, но тогда сам и содержи свою молодую жену, и на жильё себе сам заработай, потому что в нашем доме твоя Алёна жить не будет никогда». Можно было, конечно, красиво хлопнуть дверью и действительно уйти из родительского дома, но Никита вовсе не был идиотом. Когда эмоции чуть поостыли, молодой человек понял, что без отцовской помощи ему реально не прожить. Он ни разу в жизни не заработал себе даже на батон хлеба. Все его нужды и прихоти оплачивал отец, даже мобильную связь с интернетом. Никита совершенно не умел зарабатывать и копить деньги. Он был гол, как сокол. Даже если продать машину, все равно ему не хватит на свадьбу и на съем собственного жилья. Жить на деньги жены, но Алена обещала ему оставить стриптиз после свадьбы. В общем, в этом деле нельзя было рубить с плеча, нужно было все хорошенько обдумать и попытаться найти компромисс. Но о каком компромиссе могла идти речь, если отец даже слышать не хотел об Алене? Никита несколько раз пытался настроить отца в пользу своей девушки. Он стал изображать заинтересованность в отцовском бизнесе, даже съездил с ним на ферму и посетил коровник, чтобы отец оценил его старания. Но все было безрезультатно. Предок заявил категорически раз и навсегда, он ни за что не допустит этот брак. «Нечего меня позорить», рявкнул он на Никиту. «Запомни, любая, но только не Алена». Никита упрямо вскинул подбородок и дерзко взглянул на отца. «Любая, значит», процедил он сквозь зубы. «Любая». Олейников-старший решительно тряхнул головой. «Ну что ж». В голову Никиты пришла гениальная, как ему показалась, идея. «Любая, так любая». Выбор на Зою, скромницу из коровника, пал совершенно случайно. Никита сразу обратил внимание, какими глазами на него смотрит эта деревенская простушка. Она таращилась на него, словно на божество. Втянуть такую в свой план было парой пустяков. «Надо заявить родителям, что он женится на Зое», осенило его. Никита был совершенно уверен, что этот вариант устроит их ещё меньше, чем Алёна. Скорее всего, папаша испугается и быстренько даст согласие на брак с Алёной. На Зою её чувства ему вообще было наплевать. Она была всего лишь разменной монетой. «Ну подумаешь, какая-то доярка». Пялится на него, рот открыла, глазищами хлопает, смотрит с обожанием. Смех, да и только». Приглашая девушку на ужин, Никита уже предупредил родителей о том, что собирается жениться. Зою в свои планы он, разумеется, посвящать не стал и так был уверен, что она согласится. Сцена в столовой порядком его позабавила. Ну и рожи были у обоих его родителей. Папа чуть-чуть инфаркт не хватил. «Ну что?» продолжал Никита юродствовать. «На этот брак ты дашь мне своё согласие, пап?» Зоя, застыв рядом безмолвным извоением, только ошарашенно переводила взгляд с одного на другого. Она ещё не сказала ему «да», но Никита не сомневался, что в глубине души эта дурында согласна пойти за ним хоть на край света. Отец шумно отдуваясь налил себе в стакан минеральной воды и залпом осушил. Со стуком поставив стакан на стол он уставился тяжёлым взглядом на Зою. «Ну что?» подумал про себя Никита ликуя. «Хороша невеста?» Сам напросился. Он был уверен, что на фоне простоватой неотёсанной Зои его Алёна смотрится настоящей королевой. Стильная ухоженная с идеальным телом, оточенным многочасовыми занятиями фитнесом и стриппластикой. Так что отец будет вынужден согласиться. Он же сам взял Никиту на понт. Любая только не Алёна. Вот теперь пусть и радуется, получив эту любую. Пусть сравнивает и кусает себе локти. Но внезапно всё пошло совсем не по плану. Ещё раз налив себе воды и выпив, отец снова внимательно осмотрел Зою. Сначала с ног до головы, а затем обратно, от макушки до пяток. «Ну что ж», — хрипло выговорил Алиенников старший. «Значит, так тому и быть», — Никита насторожился. «В смысле?» Отец усмехнулся. «Женись на ней. Вижу, что она хорошая девушка, так что я не возражаю». Никите показалось, что наслышался. «Ты шутишь сейчас, да?» спросил он с надеждой. Даже мать, до этого момента молча стоявшая в сторонке, ахнула и закрыла себе рот ладонью. «Дима, что ты такое говоришь?» воскликнула она. «А что не так?» Отец прищурился. «Я хозяин своего слова. Раз обещал, то выполняю своё обещание». Похоже, Зоя единственная в этой компании не понимала, о чём шла речь. Какое ещё обещание? Впрочем, на неё вообще никто не обращал внимания, словно её здесь не было. Отец с сыном вызывающе смотрели друг на друга, а мать металась между ними, пытаясь найти компромисс. «Пап...» Никита повысил голос. «Мне сейчас не до дурацких розыгрышей». Алейников серьёзно покачал головой. «Я не шучу и не разыгрываю тебя, сын. Я действительно даю своё отцовское согласие на этот брак и даже помогу организовать свадьбу». Разумеется, Зоя сказала «да». Она и мечтать не могла о таком счастье, буквально свалившемся ей на голову. Самый прекрасный человек на свете, Никита Олейников, предложил ей руку и сердце. Она даже не задумалась о том, что столь скоропостижное предложение выглядит несколько странно. Неужели Никита так быстро успел влюбиться в неё, что захотел взять в жёны? С другой стороны, уговаривала она себя, а почему бы и нет? Разве такое не случается? В жизни всё бывает, она-то сама полюбила Никиту практически с первого взгляда. Зоя понятия не имела, как после её ухода орали друг на друга отец с сыном. «Ты это специально всё подстроил, да?» возмущался Никита, «чтобы дураком меня выставить». «По-моему, это как раз ты собирался выставить меня дураком», парировал отец. «Да вот только не вышло. Никто тебя за язык не тянул, ты сам сказал, что собираешься жениться на этой девочке». «Да ты просто упёрся, как баран», продолжал кричать Никита. «Из принципа меня наказываешь. Ты не подумал о том, что я действительно могу взять в жены эту деревенщину?» «Подумал», кивнул отец. «Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Раз сам объявил, что женишься на доярке, разделал ей прилюдно предложение, вот и женись. За свои слова нужно отвечать. И ты своему единственному сыну желаешь в жены вот это!» Красивое лицо Никиты искривила брезгливая гримаса. «А почему бы и нет? Как минимум в чистоте и порядочности этой девушки я уверен намного больше, чем в моральных качествах и принципах твоей Алены», отозвался отец. «А я вот возьму и женюсь», заорал Никита почти в истерике. «Женись, сынок», кивнул Олейников. «Женись, мы свадебку вам сыграем знатную прямо здесь, в деревне». «Вот так Зоя и стала невестой». Доярки поначалу, конечно же, ей не поверили. «Ох, хорош свистеть, подруга», заявили они ей на следующее утро в коровнике. «Ну, пригласил тебя парень разок на ужин, ну, с родителями познакомил, ну, пусть даже поцеловал в укромном уголке, а ты уже напридумывала, что он в жены тебя взять хочет». Зоя обиделась. «Ничего я не придумывала, он мне предложение прямо при отце с матерью сделал». «Так не бывает», женщины переглянулись между собой, дружно качая головами. «Миллиардеры не женятся на доярках, это тебе не сериал, не мыльная опера». Однако, каково же было их удивление, когда к концу рабочего дня в коровнике появилась изысканная дама, жена Олейникова старшего, мать Никиты. Она с ужасом шла по коровнику, периодически поднося к лицу надушенный платочек, а то и вовсе брезгливо зажимая нос. Женщины притихли, разглядывая незнакомку, одна её шубка стоила дороже целого гардероба каждой из них. Зоя была единственной, кто сразу узнал незваную гостью. «Ой, здрасте», пискнула «Ана», Олейникова окинула её холодным взглядом и спросила, «Твой рабочий день закончен?» Зоя несмело кивнула, «Тогда сейчас поедем в город, выбирать тебе свадебное платье в салоне». «Ой», ахнула Зоя, «А зачем в салоне? Я хотела у бабы Шуры заказать у портнихи, она прекрасно шьёт свадебные наряды, и дешевле обойдётся, чем в салоне». «Деточкам», язвительно произнесла будущая свекровь, «забудь о словах, я хотела подешевле, у жены Олейникова должно быть всё самое лучшее, самое дорогое». Доярки прислушивались к разговору с жадным любопытством и только успевали поддерживать падающие челюсти. Неужели это правда? Олейников младший сделал предложение Зое Павловой, так же не бывает в жизни. Однако свадьба всё-таки состоялась. Никита надеялся, что дело обойдётся без шумихи, но куда там? Словно в отместку за все его холостяцкие закидоны, отец решил устроить большую и громкую свадьбу, чтобы привлечь к ней как можно больше внимания. Он как будто нарушно хотел позора для собственного сына. Заголовки новостей наперебой кричали «Современная сказка о Зулушке», «Сын миллиардера женится на доярке», а Никита только скрипел зубами от бессильной ярости. Да и друзья, узнав новость, буквально забрасывали его вопросами и насмешками. Впрочем, когда в СМИ просочились фотографии юной невесты, злопыхатели как-то попритихли и умолкли. Невеста была чудо, как хороша в белоснежном платье, которое выгодно подчеркивало все изгибы её ладной стройной фигурки, но при этом не выглядела вызывающим или пошлым. Лучший визажист Москвы трудился над макияжем девушки, а лучший стилист соорудил на её голове замысловатую прическу. Зоя смотрела на себя в зеркало и не узнавала, это действительно она, простая деревенская девчонка, это она сейчас выходит замуж за самого настоящего прекрасного принца, лучший и красивее которого и нет на свете. Принц, к слову, тоже впечатлился произошедшими с Зойкой переменами. Вероятно, он уже смирился с мыслью о том, что заполучит жёны неотёсанную грубую деревенщину, а тут перед ним предстала нежная трепетная фея. Пожалуй, Зоя была ничуть не хуже Алёны внешне, нехотя признал про себя Никита, но всё равно он был недоволен этим браком, понимая, как ловко отец обвёл его вокруг пальца. Впрочем, молодой человек и не собирался долго оставаться супругом этой блаженной дурочки, надо просто усыпить отцовскую бдительность, получить доступ к кормушке, накопить побольше деньжат, а потом преспокойненько развестись и строить счастье с другой, с той, с которой он сам захочет. Однако отец оказался хитрее, чем думал Никита. После росписи в ЗАГСе, когда вся толпа дружно ехала в дорогой и пафосный ресторан, арендованный для свадьбы, Олейников-старший строго сказал своему сыну, «Не думай, что сможешь вернуться к своей стриптизёрше, у меня на этот счёт всё предусмотрено, я с юристом всё документально оформил, если ты подашь на развод с Зоей, то полностью лишаешься моей финансовой поддержки». Никита зло сощурил глаза. «Ты что, специально загнал меня в эту ловушку?» прошипел он. «Пап, ты серьёзно хочешь, чтобы всю свою жизнь я провёл с необразованной глупой дояркой?» «Не так уж она и глупа», заметил отец. «Да и что ты кичишься своим образованием? По факту все зачёты и экзамены я тебе покупал, так что не думай, что ты умнее своей жены, а в некоторых житейских и бытовых вопросах она вообще тебе сто очков вперёд даст». Никита отвернулся от отца и покосился на свою новоиспечённую жену. Сидит, радуется дурёха, улыбается до ушей, смотрит на него с робкой нежностью. Это же насколько надо быть глупой, чтобы поверить, будто у него к ней всё по-настоящему. Всё всерьёз». В брачную ночь Зоя несказанно шокировала Никиту тем, что он оказался у неё первым мужчиной. Честно говоря, он думал, что подобные девушки уже не существуют в природе, вымерли, как динозавры, чтобы до девятнадцати лет сохранить невинность. А впрочем, подумал Никита, что она в своей жизни видела, кроме коров? Не мудрено, что с парнями не встречалась. Что ни говори, а это ему польстило. Зоя после свадьбы продолжала с благоговением ловить каждое его слово. Заглядывала в глаза, предугадывала каждое желание. Иногда это его раздражало, просто до трясучки бесило. Ну, что за овца? Навязалась же на его голову. Тоже мне жена нашлась. Така ей слово поперёк не скажет. На свадьбу приехали старшие брат и сестра Зойки из города. Они всё никак не могли поверить в то, что их сестричка заполучила в мужья одного из самых завидных холостяков Москвы. А вот другой брат, Макар, и тётка, которые жили в деревне, так и не приняли молодого человека. Они смотрели на Никиту насторожённо и неприветливо, словно каждую секунду ждали от него какого-нибудь подвоха. Никита злился и негодовал. Да что о себе возомнили эти плебеи? Они должны на него молиться, что он соизволил взять в жёны эту заморашку. Однако на свадьбе Макар подошёл к жениху и, наклонившись к нему с высоты своего богатырского роста, тихо сказал. «Только попробуй Зойку обидеть. Убью!» Никита покосился на его мощные плечи, которым явно было тесновато в новеньком пиджаке, и буркнул нехотя. «Не обижу, не переживай». Связываться с этим бычарой ему точно не хотелось. Работу на ферме Зойке пришлось оставить. Олейников старший заявил, что негоже невестке собственноручно таскать навоз и доить коров. Не по статусу, не по положению. «Ты девушка не глупая, тебе учиться надо», заявил свёкор. «Гляди же, в будущем станешь помогать мне в бизнесе. По крайней мере обо всем, что касается скотины, надоев, молока и прочего, ты знаешь намного больше меня». Зоя не решалась спорить со свёкром, но всё-таки в глубине души тосковала по своим коровушкам и по приятельницам дояркам. Но она, по крайней мере, старалась быть полезной в доме, помогала прислуге с уборкой, повару с готовкой, всюду старалась успеть, везде оказывалась незаменимой. Свекровь поначалу недовольно морщилась и ворчала. Плебийские замашки. Но затем, заметив, как изменилось всё в доме с появлением Зойки в лучшую сторону, перестала кривить физиономию. Эта девушка создавала вокруг себя атмосферу тепла, гармонии и уюта. В её обществе всем было легко, приятно и спокойно. Ну и, конечно же, Зоя корпела над книжками, готовясь к поступлению в университет. Олейников старший подарил ей компьютер, научил уверенно пользоваться интернетом, и вскоре многие учебные материалы девушка брала уже из сети. А вот Никита, к сожалению, отношения с мужем у Зойки складывались не очень радужные. Она старалась быть хорошей женой, очень старалась, но Никита смотрел на неё как на стену, не замечая. Он и снисходил до неё только ночами, а днём молодой красавицы жены для него словно не существовало. А через два месяца после свадьбы Зоя, помогая поварихе готовить завтрак на кухне, вдруг покосилась на шкворчащую сковороду и почувствовала, что её мутит. Запах и вид яичницы с беконом показались ей вдруг настолько омерзительными, что она зажала рот ладонью и бросилась вон из кухни по направлению к туалету. Свекровь задумчиво наблюдала, как девушка обнимается с унитазом, а затем философски изрекла. «Кажется, надо записать тебя к гинекологу. Сдаётся мне, милочка, что ты беременна». «Беременна?» Зоя чуть не задохнулась от счастья. «Неужели это правда? Ребёнок самое ценное, что она только могла подарить своему мужу. Никита наверняка обрадуется, узнав новость. Может, он станет с Зойкой чуть помягче, поласковее. Говорят ведь, что дети укрепляют брак». Свекровь повезла невестку в город к знакомому врачу. Та подтвердила беременность и обрадовала известием. Оказывается, у Зойки будет двойня. К сожалению, Никиту весть о том, что он станет отцом, не слишком-то обрадовала. Он словно ещё больше отдалился от молодой жены, стал замкнутым и неразговорчивым. Зоя не находила себе места, не понимая, что случилось, что она сделала не так. Он не хотел детей, или она стала ему неприятно после того, как забеременела. Но факт оставался фактом. Её беременность гораздо больше заботила свёкров, чем собственного мужа. Никита почти перестал обращать на неё внимание, совсем не разговаривал с ней и даже не смотрел в её сторону. А на девятом месяце беременности Зоя случайно подслушала обрывок их разговора с отцом, когда проходила мимо кабинета свёкра. Дверь там оказалась приоткрытой, и все голоса были слышны совершенно отчётливо. «Сейчас ты доволен, да?» горько спросил Никита. «Я теперь по рукам и ногам связан. Ты этого добивался?» «Я добивался лишь одного, чтобы мой сын наконец-то повзрослел и стал самостоятельным человеком, который может брать на себя реальную ответственность за себя и за других». Резко ответил Олейников. «Чего ты сопли на кулак мотаешь, как баба? У тебя семья, молодая жена, скоро будут ещё и дети. Позаботься о них, а не ной». «Ты же прекрасно знаешь, что я не хотела этого брака!» крикнул Никита. Зоя, услышав это, вздрогнула и побледнела, а затем прижалась спиной к стене, чтобы эти двое её не заметили. «Ты меня буквально вынудил жениться на этой доярке, хотел наказать. Ну что ж, поздравляю, наказал, да только я всё равно с ней жить не хочу, не хочу и не буду, понял?» Зоя, глотая слёзы, поскорее помчалась прочь. «Вот значит как, всё это обман, Никита никогда не любил её, и его родители об этом прекрасно знали. Ни она сама, ни малыши Никите не нужны». Зоя горько плакала, уткнувшись лицом в подушку, чтобы заглушить звуки. Все её надежды, все мечты обратились в пепел. И почему она поверила в то, что сказки возможны? Сразу было понятно, что чудес не бывает. Миллиардеры не влюбляются в доярок. Это правда. Но почему? Почему она узнала об этом слишком поздно? А на следующее утро выяснилось, что Никита пропал, просто бесследно исчез. Накануне вечером Зоя рано отправилась спать, сославшись на головную боль и отказавшись от ужина. Она не могла сейчас никого видеть, не хотела ни с кем разговаривать, и поэтому совершенно не помнила, во сколько пришёл Никита. И приходил ли он вообще в спальню ночевать? Но утром, когда она проснулась, оказалось, что он забрал кое-какие свои вещи, документы, сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Телефон его оказался недоступен. Возможно, он сменил сим-карту. «Щенок», бушевал отец, «подлец неблагодарный, как он посмел бросить беременную жену, забрать всю наличку из сейфа и сбежать? Подонок!» Свекровь пыталась его успокоить, убеждала, что, возможно, мальчик нагуляется, наиграется и вернётся, но Олейников продолжал ругаться, на чём свет стоит. «Да он давно уже не мальчик, а здоровый мужик. Сколько можно вести себя, как детсадовец?» А Зойке все как будто забыли, а ведь ей в этот момент было, пожалуй, хуже всех. Любимый муж бросил её, сбежал. Именно от неё сбежал, потому что жить с ней было для Никиты невыносимо. Осознавать это было унизительно и тяжело. Впрочем, когда первый шок схлынул, свёкры опомнились и обратили внимание на девушку. Свекровь заставила её лечь в постель и успокоиться, ей нельзя было волноваться. Свёкры заверил, что тревожиться ей не о чем, никто не даст её в обиду, они и без Никиты о ней позаботятся. Но, несмотря на то, что Тонных был искренним, а слова ласковыми, Зоя чувствовала себя чужой ненужной, лишней в этом огромном богатом доме. Через пару недель начались роды. Свёкры отвезли её в больницу, где она должна была рожать по контракту. Всё было заранее оплачено. Высококвалифицированные врачи, почти безболезненные роды, отдельная комфортная палата. Но только рядом не было того единственного человека, который был Зойке по-настоящему нужен сейчас. Её мужа. Впрочем, когда ей впервые показали её малышей, Зоя почувствовала, что плачет от счастья. Два крошечных кулёчка, такие смешные, такие милые, такие красивые. Сыновья были похожи на Никиту, как две капли воды. Свёкры очень радовались внуком, обнимали и целовали Зойку, поздравляли и благодарили. А она понимала, что в глубине души всё это притворство. Никита женился на ней назло родителям, и они просто сделали вид, что приняли её. Она им чужая, и она сама, и её дети. Когда её должны были выписывать из роддома, Зоя, не сказав никому ни слова, собралась заранее, взяла своих малышей и вызвала такси через приложение в телефоне. Деньги у неё на счету были. «Вас что, никто не встречает?» Поразились медсёстры и нянечки. «Нет». Зоя помотала головой, прижимая груди обоих своих сыновей. «Я доберусь до дома самостоятельно». Естественно, она поехала не к Олениковым, знала, что всё равно не нужна им. Зоя назвала таксисту свой старый адрес в деревне. Макар с тёткой хоть и удивились возвращению Зойки, но всё же больше обрадовались. Захлопотали над малышами, помогли устроить их на большой кровати, усадили молодую маму за стол, налили чаю из самовара. «Ты что же, Зойнька, отмужина совсем ушла?» осторожно спросила тётка. «Насовсем», кивнула та. «Точнее, это не я от него ушла, он сам первый меня бросил». «Убью, гада!» тут же подскочил Макар. «Я же его предупреждал». «Было бы кого убивать», усмехнулась Зоя невесело. «Он уже месяц где-то пропадает, я его не видела». Она вкратце рассказала им всё, что знала. Тётка осуждающе покачала головой. «Ой, дурной пацан, совсем не повзрослел ещё, а туда же в мужья полез. Вот и наворотил дел». «Слушай», обеспокоенно спросил вдруг Макар, «а твои свёкры не захотят детей отобрать? Всё же это их внуки». Зоя похолодела, на миг представив этот ужас, но тут же отозвалась. «Не имеют права, я их мать, по закону». «Да что там закон?» махнул рукой Макар, «Как будто бы ты этих богатеев не знаешь. Сунут на лапу кому надо, и закон им не писан». Зойке стало страшно, а что если и правда Олейниковы вздумают отобрать у неё внуков? Словно в ответ на её мысли, в дверь громко постучали. Макар подмигнул сестре, сделав знак молчать, вышел в сене и громко и сердито крикнул «Кто там?» «Свои», послышался с улицы голос, узнав который, Зоя чуть не потеряла сознание. «Это был Никита». «Прости меня», говорил молодой человек своей жене, стоя перед ней на коленях и держа её руки своих. «Я был таким дураком, я был слепым и глухим, не хотел замечать очевидного». «Например, чего именно?» «Осторожно уточнила Зоя». «Например, того, что ты действительно меня любишь». «Меня, а не мои деньги». Зоя удивлённо пожала плечами. «Твои деньги меня правда никогда не интересовали. Я любила бы тебя нищим и босым и бездомным». «Ну вот», вздохнул Никита. «А та девушка, которая, как я думал, меня любит, выставила меня вон, когда я явился к ней с вещами. Сказала, что я дурак, потому что разорвал отношения с отцом. Без его финансовой поддержки ей со мной было больше неинтересно. Я уже не мог дарить ей дорогих подарков, и когда мои деньги кончились, она просто меня послала. «Ты сильно её любишь?» Кусая губы, чтобы не заплакать, спросила Зоя. «Честно», Никита задумался, «мне кажется, я её уже давно не люблю. Меня влекло к ней именно потому, что это был запретный плод. Как известно, он самый сладкий, а по сути, она совершенно чужой мне человек. Мы не созданы друг для друга, тем более, тем более у меня есть вы, ты, Зойенька и наши детки». Никита покосился на кровать, где сопели его сыновья. «Ишь какой!» хмуро сказал Макар. «Зойка тебе не игрушка. Захочу брошу, захочу обратно подберу». «На кой ляд такой ветреный муж сдался?» «Шёл бы ты, приятель, отсюда по-добру, по-здорову, пока я тебе все кости не пересчитал». Зойка ахнула. «Макар!» «Что, Макар?» рассердился брат. «Почему этот хлыщ уверен, что ему всё так легко сойдёт с рук?» «Он прав», кивнул Никита. «Я поступил с тобой подло и заслуживаю наказания. «Но только знай, я готов ждать сколько угодно и надеяться, что однажды ты всё-таки меня простишь». Зоя покачала головой. «Не простишь?» грустно спросил Никита. Она снова покачала головой. «Уже простила, дурачок». И уже через мгновение он заключил свою жену в объятия. Конечно, Макар и тётка ещё немного поворчали на этого ветреника, и было очевидно, что они не сразу научатся снова ему доверять, так же безоговорочно и беззаветно, как доверяла ему Зойка. Но вода точит камень. В душе и сознании Никиты что-то действительно изменилось после того, как он расстался с той стриптизёршей Алёной. Возможно, он наконец понял, кто в его жизни действительно важный и нужный человек, а кто случайный прохожий. Зойка не была прохожей, она была его семьёй, домом, теплом, уютом и матерью чудесных малышей, которых он с трепетом и любовью в первый раз в жизни взял на руки, прижал к груди и почувствовал, как на глаза наворачиваются слёзы счастья. Субтитры Субтитры Субтитры